Многодетные семьи Ненецкого округа получили право отказаться от земельного участка в пользу денежной выплаты. Порядок предоставления компенсации был принят на сессии собрания депутатов и спустя две недели в Управлении имущественных и земельных отношений начался прием заявок от многодетных семей. О том, как получить денежную компенсацию вместо земельного участка, нашему телеканалу рассказала начальник профильного управления. Альтернативный вариант для тех, кто не желает дожидаться земельного участка, в Ненецком округе рассматривался давно. Наконец, в окружной закон номер 79 были внесены поправки, которые разрешили многодетным семьям вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Сумма будет зависеть от места проживания семьи. Зарегистрированный в Нарьенмаре предоставляется компенсация в 1 миллион рублей. В поселке Искателей – 600 тысяч, в сельском населенном пункте – 450. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений, разница объясняется кадастровой стоимостью земли. В трёх разных зонах она отличается друг от друга. Ещё один показатель, который повлиял на разницу в сумме компенсационной выплаты – стоимость жилья. Она также разнится в зависимости удалённости поселения от столицы региона. Перемножив вот эти все два показателя по кадастровой стоимости и по стоимости жилья, мы вышли вот на такие коэффициенты. И округлив вот эти цифры, перемножив на коэффициенты, мы получили эти стоимости. Почему мы считаем достаточной эту сумму как для сельских населённых пунктов, так и для искателей? Мы запросили информацию банков. Всех банков запросили среднюю стоимость, во-первых, кредита и средний размер первоначального взноса на улучшение жилищных условий, когда люди берут кредит ипотечный на жильё. Исходя из всего этого, из комплекса вот этих всех показателей, цифр, мы и вывели вот такой дифференцированный подход. Анастасия Голговская подчеркнула – выплата не целевая. То есть от многодетных семей не требуется отчёта о том, на что были потрачены средства. А это значит, их можно использовать на покупку машины, мебели и других товаров. Многие семьи, стоящие в очереди на получение земли, самостоятельно построили дом или купили квартиру и просто хотят воспользоваться своим правом на получение участка. Для этого необходимо написать заявление о согласии на компенсационную выплату вместо земли. Только согласие прийти со своим паспортом и сказать, что это я, вот моё согласие. Никаких дополнительных документов прикладывать не надо, они уже есть. Вот сейчас мы собираем все согласия, мы собираем пакет документов по тем людям, кто изъявил желание, и направляем в отделение соцзащиты. Они уже со своей стороны, со всех муниципалов собирают этот общий список, смотрят, когда кто встал на учёт на землю, неважно, кто быстрее прибежал у нас на социальные выплаты, и вот это за компенсационные, важно, кто когда встал на землю на учёт. Выплата компенсации будет производиться в порядке очереди по годам с 2012 года. Срок зачисления средств на счёт получателя – один месяц. Сегодня в очереди на получение земельного участка стоят 500 многодетных семей. 431 семья проживает в Наринмаре, 47 в посёлке Искателей и 22 в населённых пунктах округа. В профильном управлении подсчитали – для обеспечения каждой семьи земельным участком или выплаты компенсации из окружного бюджета понадобится выделить порядка 500 миллионов рублей.